12 апреля в Твери отметили не только День космонавтики. Во вторник в городе прошел музыкально-патриотический марафон «За Россию». Он стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить в стране до 5 мая и охватит более 30 городов во всех шести федеральных округах. В столице Верхней Волжи первая часть акции состоялась в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Марафон состоит из двух блоков. Первый — образовательный. Его часть была организована в формате лекции, с которыми выступили не абы кто, а члены российского общества знания. Сегодня у нас проходит первый форум из-за цикла 30 форумов по такому большому глобальному названию «Новые горизонты». В этих форумах у нас есть три трека. Это роль России в мире, быть вместе и, собственно, «Новые горизонты». Лекции читают авторитетные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты. Среди них и Иван Саркисов, который подготовил два выступления. Одно из них — «Великие имена России». Причем на сей раз это не гранды типа Ломоносова или Суворова, а представители малых народов, в том числе и тверских карел. Михаил Федоров был такой микробиолог. Занимался исследованием бактерий плесневых грибов. Он из села Стан Лихославского района. Кстати, рекомендую. Там очень красивая деревянная церковь карельской постройки. Он был достаточно заслуженным ученым в свое время в Советском Союзе. А другой лектор Александр Оджо уверен, что в выступлениях по истории нашего государства, причем даже если речь идет о временах домонгольского нашествия, есть немало вещей, актуальных и по сей день. Например, то, что Россия может развиваться и прорастать не только ископаемыми богатствами Сибири. У нас, к примеру, очень большие торговые связи издревле, начиная с Руси и Византии. А также у нас невероятно большая традиция экономического права. Опять вспоминая Древнюю Русь, уже тогда существовали договоры между государствами, которые закрепляли очень большие преференции для, можно так сказать, малого бизнеса. Все лекторы отмечают, что выступать перед студентами, а в аудиториях марафона сидели именно обучающиеся тверских вузов, очень интересно. Потому что, с одной стороны, здесь было немало тех же бакалавров, а с другой – это все-таки молодежь. Это самая благодарная аудитория, на самом деле, со студентами, со школьниками, общаться гораздо проще, потому что они не потеряли еще своего любопытства, им интересно все, и если тебе самому интересно то, о чем ты рассказываешь, конечно, пробудить в них это любопытство очень просто. И это важно, потому что нам сейчас нужны люди, нам нужны кадры в новых. Организаторы марафона уверены, что просветительская программа поможет студентам узнать о богатой истории и культурном многообразии России, ее месте в настоящем и будущем, какие возможности есть у молодежи для карьерного роста, и какие ниши сейчас нуждаются в новых бизнес-проектах. Специалисты делятся прогнозами развития разных отраслей производства, говорят об импортозамещении, современных отечественных технологиях. Также в центре внимания вопросы благотворительности и взаимопомощи.